здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег тема сегодняшней нашей передачи будет адаптация щенка к дому то есть у вас в доме появился щенок о том что значит какие предметы какие игрушки какие вольеры нужно было приобрести для того чтобы вы были готовы у нас есть отдельные передачи если вы смотрите значит мой канал на стационарном компьютере они на андроиде то у вас сейчас появится ссылочка на эту передачу и вы можете посмотреть ее дополнительно приобрести те вещи если вы еще только думаете о том что вам необходимо завести домой щенка сегодня мы с вами поговорим щенок уже у вас находится в квартире мне вчера пришло письмо от виктора который задал мне такие вопросы ну давайте ответим на эти вопросы я думаю что они будут интересны и для многих поэтому собственно говоря и начал снимать эту передачу 1 купил щенка кобеля французского бульдога ему 6 недель со мной он находится третий день я хотел спросить вашего совета по таким вопросам щенок сильно скулит и просится на диван чтобы спать со мной хотя у него есть свое спальное место как его отучить ну давайте начнем сначала значит третий день с вами находится щенок вы приобрели только щенка принесли его домой представьте для него это стрессовая ситуация его оторвали только что от матери то есть все время свободное он проводил своей мамой то есть сосал тетю там находился у нее под боком и так далее сейчас он лишен доступа к своей маме для него мама являетесь вы естественно что он будет скулить звать маму проситься к вам на диван или на кровать где вы там спите это для него естественно я бы не стал бы вам сейчас говорить о том что вы должны сразу же немедленно обзавести для него место какое-то определить его квартире которой он будет жить всю свою дальнейшую жизнь давайте уберем эту стрессовую ситуацию то есть мама для него является вы являетесь вы он просится к вам на диван значит сразу вам хочу сказать вам придется решать эту проблему рано или поздно если вы возьмете сейчас его на диван то потом вам придется убирать это будет еще более сложная значит проблемная ситуация которую вам придется решать поэтому решайте ее сразу же то есть место я бы вам порекомендовал значит постелить какой-то коврик возле пока возле дивана возле кровати для того чтобы в момент когда происходит наиболее сильное скуление но это ночью обычно происходит вы могли опустить его руку погладить то есть чтобы щенок ощущал что вы находитесь рядом возле него дальше мамы и сейчас вы являетесь для щенка вы поэтому ваш запах у него будет ассоциироваться вот именно вот материнским когда щенок спит во сне у него происходят в основном положительные эмоции он вспоминает своих братьев сестер которыми он родился которыми он проводил время до вас значит мама поэтому вот эти положительные эмоции которые ему снятся нужно подкреплять знаете чем собака живет носом возьмите свои какие-то носки но не стиранные которые вы уже поносили или там старую перчатку какую-то которую вам будет не жалко и в то же время будет присутствовать ваш запах и когда щенок будет спать еще раз хочу повторять что постелите его пока тряпочку возле себя чтобы значит в момент когда происходит сильное скуление вы могли опустить руку и погладить щенка тем да тем самым дать ему понять одну что вы находитесь рядышком а вот возле этого места возле его носа постарайтесь положить с предмет который будет пахнуть вами но еще раз хочу сказать что он может быть жеван этот предмет если вам только его не жалко чтобы укрепилась взаимосвязь чтобы запах он ощущал даже ночью чтобы вот это вот привязанность она у вас выражалась самого начала ну потом уже когда придет пройдет период адаптации вы уже не будете опускать руку это три четыре может быть неделя но вы должны были быть готовы к тому что вы оторвали ребенка сейчас от матери то есть щенок по сути по своей в шесть недель является еще очень маленьким ребенком и вот такая вот ситуация должна была произойти вам ну просто необходимо будет это все дело пережить то есть постели возле себя положили какой-то предмет который будет ассоциировать ассоциироваться у щенка с вами чтобы запах был ночью положительные эмоции сна были связаны с этим запахом вам поможет это в дальнейшем ну надеюсь ответил я на первый вопрос то есть и когда происходит наиболее сильное скуление опустили руку погладили дали понященку что вы находитесь с ним не берите его на диван это вот просто вот я вам сразу же хочу сказать вам потом придется отучать от этого поэтому диван только место рядом с дивана то есть ниже комфортное место всегда место вожака пусть она будет принадлежать вам вашей семье вопрос номер два щенок грызет провода разные вещи включая свои игрушки свою игрушку и очень часто покусывает пальцы ног и пальцы рук как его отучить ну это проблема всех собственно говоря владельцев щенков потому что режутся зубки куда от этого деваться поэтому грызть он конечно же будет все вы написали что игрушку ну я думаю что случай щенка одна игрушка это все-таки мало вам надо будет как минимум приобрести такие вещи как мячики всевозможные там перетяжечки всевозможные покупайте ему лакомство в виде косточек которые сделаны из сухожилия чтобы он грыз их но но все это он должен грызть под вашим контролем может быть это будут какие-то веточки но опять же постарайтесь выбирать веточки плодовых именно деревьев чтобы это не был тополь какой-то и там береза которые не 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 приспособлены ну то есть не являются пищевыми скажем так деревьями это может быть яблони это может быть черемуха это может быть вишня то есть вот старайтесь вот такие вот вещи брать то есть грызть он будет грызть на время того пока режутся зубки убирайте предметы какие-то находить за наблюдайте за тем чтобы собачка была под контроль на постоянно у вас и самое главное когда вы уходите из дома но постарайтесь вот ликвидировать вот саму проблему то есть когда вы приходите домой до наблюдаете то что у вас грызены там тапки ваши там ботинки ваши там линолеум там плинтус и так далее то есть я рекомендую вам просто изолировать эту проблему сразу же убрать ее в корне то есть в передаче о том что нужно приобрести когда у вас вы решили брать домой щенка я говорил о том что необходимо приобрести вольер то есть вы тем самым просто изолируйте эту проблему изначально и вам не надо будет наказывать щенка никоим образом то есть смотрите ссылочка опять же будет на передачу идти пожалуйста посмотрите выберите вольер когда вы уходите из дома посадите своего щенка в вольер обязательно постелите ему туда клеёночку который у него ассоциируется с тем что на это место нужно ходить в туалет то есть вольер должен быть достаточно просторным для него и обязательно там должна стоять миска с водой если вы тем более уходите на какой-то длительный период времени если же вы не уходите куда-то и из дома значит ну просто наблюдайте за своим щенком что теперь делать если значит щенок где-то притаился значит что что-то грызет это значит у него уже что-то происходит такое значит и реагируете и самое главное что значит никогда не наказываете своего щенка если вы не застали его на месте преступления то есть если щенок у вас уже погрыз вашу обувь там или погрыз линолеум и прошло там даже уже пять десять секунд уже это бессмысленно его наказывать он не поймет за что это за что это за что его наказывают методы наказания но они должны быть соизмерны скажем видом преступления как как вот в человеческом понимании так собственно говоря и в понимании щенков то есть если вы застали своего щенка за тем что он грезет вашу обувь или нежелательный предмет какой-то ну вот как наказывает своих щенков мама то есть вот сука которая значит родила этого щенка если он делает какую-то нежелательную вещь вот кусает руки например кусается саму собачку ей это не нравится она тоже может прикусить его у вас тоже есть такой инструмент у вас есть руки методом зоопсихологии вы можете наказать своего щенка показав ему то что вы можете его укусить то есть вот у вас есть два пальца вы вот момент когда он грызет например вашу обувь или кусает ваши руки или ноги кусает вы берете два пальца вот так вот вот ты крите его щенок думает что с ним играет начинает подбегать вы еще раз тыкаете его при этом маркируете обязательно то есть прежде чем о вас имитировать вот этот вот укус пожалуйста придумайте для себя какую-то команду либо это может быть нельзя либо это может быть звук какой-то шипящий свистящий там и так далее то есть прежде чем вот сделать вот укус маркируйте пожалуйста его то есть вы в будущем заложите у собаки то что она сейчас делает что-то плохое и вы сейчас будете ее наказывать но вот именно имитируя там этот укус например нельзя и и тыкнули тыкнуть вы можете ну абсолютно в любую область которая находится ближе к вам естественно если только не в глаза чтобы вы не попали в глаза и соответственно вот это вот тыканье должно быть соизмерно тому виду преступления то есть если это небольшой ну немножко если там уже начинает повторять он бы немножко посильней а если значит а если значит он воспринимать начинает как игру пожалуйста сделайте настрой свой эмоциональное состояние свое что вы сейчас реально говорите и думаете то что это значит плохо он поступает то есть соответственно и думаете точно так же и вот этот вольерчик про который мы говорили минутку назад он может вам помочь еще и в этом то есть вы наказывая собачку уносите его в вольер вы решаете его доступ к играм каким-то то есть собачка она очень хорошо поймет что ее наказывают то есть вы закрываете его там минут 20 не подходите не обращаете внимание не никакого и сразу вам хочу сказать собачка если начнет скулить и вы будете обращать внимание вот на на это скуление и и то есть ну соответственно вы как как и как случае с ребенком с маленьким просто будете провоцировать его на дальнейшее скуление то есть вам необходимо будет перетерпеть какое-то время то есть не обращайте внимание на 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 скулеж когда собака взрослая скулить начинает ее отвлекают ну команды сидеть команды лежать если это щенок поверьте они очень быстро схватывают эти моменты когда он поскулил у него обратили внимание его пожалели он будет этим пользоваться в дальнейшем постоянно поэтому какое-то время вам нужно будет перетерпеть дальше значит что касается покусывания ваших пальцев рук и пальцев ног ну соответственно когда вы играете с собачкой пожалуйста никогда не подставляйте под укус свои руки свои ноги то есть не надо руками играть собачкой не надо ногами играть собачкой под укус всегда нужно подставлять какие-то предметы то есть это может быть палочка какая-то это может быть перетяжка какая-то которую вы купите в зоомагазине это может быть мячик это может быть тряпочка ну на что ваша фантазия то есть как только произошел укус за ваши пальцы вы опять же вот этим имитацией укуса предварительно маркировав его вы говорите там нельзя или чилицы ну это уже от вашей фантазии тоже все зависит делаете у имитируете укус для щенка если он не понимает опять же ограничиваете его действия в вольере приобретите вольер я вам скажу что это ну просто необходимая вещь для того чтобы избежать каких-то более серьезных наказаний этого вы просто сразу решите всю эту проблему ну в комплексе тем более если щенок остается дома один потому что некоторые владельцы они говорят о том что когда приходят домой и щенок дома находился один они даже боятся открывать дверь дабы не увидеть то что он там натворил а наказание в этот момент времени когда уже все прошло когда преступление совершено в кавычках конечно же преступление это наказывать уже бесполезно щенок уже не поймет то есть собачка а тем более в возрасте когда находится щенка она живет и живет сиюминутно она не помнит что там она натворила она понимает что я сейчас наказывают а вроде бы она ничего такого не сделала то есть наказание нужно совершать либо в момент когда вы застаете преступление но никак не 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 вне после того вы можете провоцировать то есть вы можете положить там тапок какой-то да для того чтобы он был на глазах у собачки собачка подходит начинает грызть этот тапок и тут вы ее наказываете вот имитация этого укуса при этом говорить нельзя обязательно маркируйте обязательно маркируйте опять же хочу сказать приучать к месту щенка пока еще не надо в вашем трехдневном возрасте который он находится в квартире вам это рано еще делать вы потом это сделаете пока почему бы находится у вас на глазах и и ночью даже находится то есть он заскулил выручку опустили собачка поняла что находится рядышком некоторые даже дают пальчик в имитации сиськи чтобы она был из имитировать сосок суки скажем так чтобы он пососал вот можете также к этому обратиться так следующий вопрос он сейчас ходит туалет везде куда только можно кроме своей пеленки я промокал пеленка его лужи чтобы он шел по запаху но он очень редко ходит на нее может даже случайно ковров квартире нет на полу лежит только его пеленка как быть виктор он не будет ходить у вас я вам скажу так приучить принципе собачку к туалету это ну не такая сложная проблема потому что собаки паса по сути по своей они не гадят в том месте где они живут то есть где вот спит собака она не будет рядышком ходить в туалет то что у вас квартире нету ковров это правильно это очень даже хорошо потому что запах в этом месте то есть если у вас собачка сходила на на ковер в этом месте она потом будет ходить туда постоянно точно также видимо происходит у вас вы выйти вытираете видим и эти лужицы просто тряпочкой или с водой там промываете это неправильно у собаки очень сильное обаяние она потом будет ходить в это место поэтому промывайте место либо с хлоркой либо с доместосом либо ну в общем нам вам нужно просто ликвидировать этот запах полностью в этом месте промокнули место в клеенке это тоже опять же неправильно вам нужно будет застать собачку именно в период в тот момент когда собачка значит писает вот вы прям писающую и ухватаете и несете в доступной главное чтобы эта пеленка лежала в доступном месте то есть не так далеко приходилось уходить собачки берете собачку ставите значит на эту пеленочку при этом когда она писает на этой пеленочке у вас либо вы примерно уже представляете период времени что она вот-вот сейчас должна пописать то есть но либо она попила немножко до этого либо тем более когда она покушала обычно собачки после того как кушают они ходят в туалет вы просто берете собачку предугадав ее намерение о том что она сейчас должна совершить вот этот вот акт вы прям садите на эту пеленочку и если собачка начинает писать на этом месте либо она уже вы писающие ее при не принесли на это место вот здесь вы начинаете ее поощрять вы начинаете хвалить и вы эмоционально выражаете свое доверие и после этого поощряете ее либо либо игрой какой-то либо значит уже если она у вас является пищевиком топ подаете какое-то лакомство для собачки чтобы у нее закрепилась но опять же хочу вам повторить чтобы когда вы убираете место где она нежелательно сходила у вас в туалет пожалуйста ликвидируйте этот запах полностью при помощи каких-то моющих средств чтобы запаха не оставалось лучше пусть останется запах хлорки она потом на это место меньше пойдет то есть у нее меньше желания для нее запах это будет не очень приятен и она не пойдет туда поэтому застаньте собачку в момент времени предугадайте этот момент времени либо застаньте ее отнесите на то место где значит она должна сходить в туалет по вашему мнению пеленка это очень хорошо поощрите после того как она сходила и уверяю вас у вас уйдет не так много времени но опять же от индивидуальных способностей собачки это все зависит я думаю что ну дня 234 максимум у недели максимум уйдет у вас на приучение собачки к туалету самое главное поощряйте на месте где она должна сходить в туалет и ликвидируйте те нежелательные места на которых она уже сходила чтобы не оставалось даже никакого запаха если вы не слышите этот запах поверьте мне собака его слышит очень хорошо поэтому для всех убирайте ковры если вы взяли домой щенка ну что делать вот вот такая ситуация если вы решили завести дома щеночка ну это значит надо как-то мириться с этим но поверьте через годик через полтора когда у вас формируется уже взаимоотношения вы будете пожинать плоды и у вас будет лучший друг лучший ваш товарищ лучший партнер поверьте мне надеюсь я примерно ответил на все ваши вопросы достаточно полно если будут какие-то еще вопросы пожалуйста обращайтесь вы видите внизу ссылочку пишите будем решать ваши проблемы с вами был канал я и мой хвост думайте как думает животные заслужите доверие заслужите уважение и у вас все получится спасибо